Привет! Привет из Австралии. Вы на канале Наталья Лайф Австралия. Мои видео о жизни, об обычной жизни в Австралии и о путешествиях. И сегодня я хочу начать мое видео с благодарности всем моим подписчикам. Моим 500 подписчикам. Сегодня, наконец-то, у меня на канале 500 человек, 500 друзей, 500 моих подписчиков. Да, сейчас кто-то посмеется надо мной и скажет, всего лишь 500 подписчиков. Я согласна с вами, только всего лишь 500 подписчиков. Но я все равно рада и благодарна всем моим подписчикам, особенно тем, кто смотрит мои видео постоянно и просматривает их полностью, и ставит лайки, и комментирует. Да, я не знаю, почему так получается, что у меня так мало подписчиков и так мало просмотров. Я слежу, я на ютюбе, я подсела на ютюб несколько лет назад, как зритель, как зритель, и в основном начала смотреть видео о путешествиях. Потому что меня вот эта сторона очень интересует, сторона или, как скажем, тип этих видео. Мне очень нравится смотреть видео из разных стран о природе, о культуре, о разных интересных моментах жизни разных стран. Я начала тогда смотреть видео и подумала, а почему бы мне не поделиться с людьми, со зрителями тем, что я вижу и как я вижу жизнь и природу разных мест, где я бываю. Но вот почему-то подписчики мои, подписчики, число моих подписчиков не растет так быстро. Я смотрю другие каналы. Месяц и уже 500 подписчиков. Два месяца и уже 1000 и больше подписчиков. Возможно, я ничего не делаю, никак не продвигаю свой канал, не продвигаю свои видео. И да, когда я начала свой канал где-то уже почти лет 5 или 4 года назад, я делала это так неумело, снимала коротенькие, коротенькие какие-то зарисовки и просто выкладывала их и нерегулярно, и не так часто. Но сейчас я делаю, на мой взгляд, интересные и красочные видео. Я их монтирую, я снимаю интересные, красивые места, интересные моменты жизни в Австралии. И на мой взгляд, мне кажется, мои видео достаточно увлекательные и красочные. Но все равно просмотров очень мало. Но, с другой стороны, я этому даже рада. Нет хейтеров. Ну а как же они будут? Если нет просмотров, то YouTube не выставляет мои видео в тренды. И поэтому, возможно, поэтому так мало просмотров. Но, вы знаете, я не собираюсь платить какие-то там деньги за рекламу моим видео. Если смотрит мои видео 100-200 человек, спасибо вам огромное. Я и этому рада. Вообще, я люблю сама просматривать мои видео. Мне интересно вспомнить те места, где я уже была. И, возможно, я планирую снова посетить те или иные места, где я уже была. И, возможно, я буду делать видео опять из этих же мест, но уже с другой стороны, другими глазами, может быть, да, с другим восприятием. То, что я видела в прошлый раз, сейчас я уже совсем по-другому вижу это. И вот сейчас, кто смотрит мои видео регулярно, знает, да, что сейчас на моём канале идёт серия видео из последнего нашего путешествия. Эти видео ещё не закончились. Впереди новые приключения, ещё несколько новых видео из нашего последнего путешествия. Просто сегодня вот я решила поделиться с вами моей радостью, и не смейтесь над этим, а моей радостью моим первым 500 подписчикам. Ещё раз вам большое спасибо. Комментируйте, продолжайте смотреть мои видео, ставьте лайки. Ну, а сегодня обычный выходной, и мы сейчас с мужем отправляемся по некоторым моим делам. И, возможно, я сниму какие-то интересные моменты сегодняшнего дня. Мы снова приехали в Аполло. Нет, мы не собираемся опять арендовать мотохом. Просто вот когда мы путешествовали на одном из этих мотохомов в прошлый раз, ну вот, когда мы вернулись только-только, и я потеряла там две свои карточки медицинские. И Дикея, и Правит, страховка медицинская, две пластиковые карты. И люди, которые арендовали этот мотохом после нас, нашли эти карточки. И вот из Аполло нам позвонили, сказали, заберите. Так что спасибо, Аполло, пойдём заберём мои карточки. Мои карточки нашлись. Спасибо, Аполло. А мы едем далее в наш мебельный, так скажем, магазин. Мебельный и разных электротоваров. Харви Норман. Яна у меня смотрит новый протектор на матрас, который охлаждающий, что ли, так скажем, потому что ему жарко спать на нашем новом матрасе, так как матрас очень мягкий, он проваливается в него, ему жарко. Вот Стэси предлагает ему новый протектор. Лишь бы потратили деньги. А я хочу вам показать, мне понравилась вот эта вот мебель. Конечно, она не для лаунж-зоны, а для какого-нибудь офиса. Вот так оригинальный цвет. Для кабинета вообще очень-очень нравится. Кожаный. Такое вот кресло. Такой диванчик. Два человека и диван на три человека. Интересненько смотрится. Если бы у нас был кабинет, я бы с удовольствием так и любила. И мы здесь по этому поводу, что в следующее воскресенье фаза Дэй в Австралии. И Ян изъявил желание, чтобы я ему подарила электрическую бритву. Вот такую он хочет, но только более новую. Это написано ее, но это серия восемь, а ему надо девять. А здесь их нет. Так вот. Такая электрическая бритва. Будем искать. Такую дешевую он, конечно, не хочет. Но девятой серии здесь нет. Уже в нашем торговом центре Кожарина. Сейчас смотрим, где нам починить мои солнцезащитные полароидные очки. Выпал винтик там из дужки. И не держатся очки. Сейчас узнаем в этом шокинге, сделают нам или нет. В центре есть вот такой вот бред топ. Как хлебный магазинчик, что ли, хлебная лавочка. Очень-очень много выпечки. Жалко даже, что я не ем хлеб. Здесь такой выбор разного хлеба и разных булочек. Вот здесь вот гарлик бред с чесноком. Какие-то лепешки. Свежие-свежие сосиски в тесте. Пончики. И хлеб здесь делают. У них своя пекарня. Тут вот тортики. Пироженки. Sorry. Пироженки и тортики я люблю. Но вот скажу вам честно, пироженое мне не очень здесь понравилось. Мы брали. А выпечку хвалят. Но я не ем хлеб. А вообще мы вот опять в этот шевер-шоп. Смотрим электробритву. Ян выбирает. Это будет мой подарок на Father's Day. Но я не могу без него купить. Поэтому пусть выбирает. Это опять браун сериус эйд. Восьмая серия. А нет, наверху 9-ая. Да, у вас 400 долларов стоит. Ну да, на Father's Day такой подарочек за 400 долларов. Вот такой у меня муж. Капризный. Я только увидела, оказывается, цена оригинальная 700 долларов. Сейчас 40% скидка 400. 399. Ничего себе цены на бритву. Но за то, что он хотел. Она как водопров. Ну, водопров можно принимать прямо в душе, как он любит. Бриться электрическое, но вода не проницает внутрь. На ланч. Суши-бар. Мой любимый суши-бар. Но вот из-за этого ковида сейчас рассаживают меньшее количество людей. Вот нельзя этот столик занимать. И там между людьми парочкой пробел, парочкой пробел. Поэтому мы ждем, стоим тут в очереди. Очередь тоже полтора метра между людьми. Ну вот, мы уже сели. Тут перед нами вагончик. Из суши проходит, и можно выбирать. Я себе вот уже выбрала две порции. Одно это лосось и красный ка. А это чуна. И сверху тоже лосось. И парочку мне сейчас Ян заказываю по меню, потому что это теплые. Там цеппура фронт, сантиппура вэштабл, цукини, по-моему, идут зажаренные. Сейчас узнаем. Ну вот и Яна тоже тюна, но без лосося сверху. У меня с лососем, поэтому только две штучки, а у него три без лосося. Цена будет одинаковая. Здесь по цвету тарелочек цены. Вот цены за тарелочки. Можете посмотреть, если интересно. И вот это название суши-бэй, название этого суши-бара. Повторяюсь, он мой любимый в Дарвине. Нам уже тепленькое принесли. Тимпюро, тимпюро. Веджетаблт, это как зажаренные такие овощи, цукини, что-то там еще. И вот такие вот креветки. Тимпюро с сладким чили соусом. Яна только веджетаблтс, но мы поделимся. Вот Яна взяла еще такие роллы. Это креветка внутри. Рис, креветка, такой соус и копчено сверху чуть-чуть икры. Такая вот порция тарелочек таких размахцельных. Сейчас посмотрим, сколько заплатим за это. Спасибо, суши-бэй. Чайный телефон номер? Да. 04-0484-610-4900. 0-50? Да. Решили побаловать еще себя десертами на полдник. Для меня это как ужин будет. Я правда не хочу донатси. Ян вот заказал себе донатси с корицей. А потом заедем в Макдональдс, возьмем кофе, и я возьму себе мороженое на десерт. Мы, кстати, очень любим кофе из Макдональдса. По выходным частенько заезжаем. Макдональдс просто за черненьким кофе. Мы заехали посмотреть лошадок. Здесь такой вот хорсклаб. Вот все лошадки, имена лошадок и фотографии, которые здесь живут. Hello! Hello! Пошел! Не все сейчас здесь на прогулке. Вон там вдалеке несколько лошадочек. Здесь гуляют, вон покрыты, чтобы спинки не сгорали у них от солнца жаркого. Две лошадки с покрытыми спинками. Хотя сегодняшний день еще и не заканчивается, наш выходной. Но я решила закончить свое это видео вот таким вот видом на океан. Вернее, на Аропорское море, которое впадает в Индийский океан. Еще раз спасибо всем моим 500 подписчикам и особенно моим самым-самым верным подписчикам, которые смотрят все мои видео от начала до конца и всегда комментируют, причем пишут такие приятные комментарии. Вы знаете, я очень рада тому, что на моем канале еще нет ни одного, ни одного отрицательного плохого комментария. Может быть, поэтому я и рада даже 500 подписчикам, зато нет хейтеров, которые пишут гадрости и засоряют каналы. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока-пока! Пишите комментарии, ставьте лайки! Субтитры сделал DimaTorzok